Улицы определены, разметка нанесена, установлены знаки и камеры и даже скорректированы маршруты движения общественного транспорта. Как выяснилось, спустя пять лет забыли только самую малость – опубликовать постановление о выделении полос. До сих пор уже почти пять лет, скоро буквально будет, 28 марта, оно как в силу закона до сих пор вступить не может. Потому что у нас все постановления с полком, они вступают в силу только после опубликования их. В прокуратуре с этими доводами согласились и вынесли представление руководителю исполкома об устранении нарушений закона. Изданное еще в марте 2008 года постановление касается выделения полос для общественного транспорта на 18 улицах города, практически весь центр и основные артерии Казани. Дали поручение ГИБДД штрафовать за это все, но, судя по всему, это постановление еще та же силу никакой не имеет. То есть, вот теперь просто вопрос, как теперь эти все деньги возвращать обратно автомобилистам, которые были оштрафованы, в том числе и на этой улице Павлюхина. Мы работали по факту нанесения разметки уже. Мы привлекали к ответственности нарушителей правил дорожного движения не за нарушение постановления исполнительного комитета города Казани, а за нарушение правил дорожного движения, которые требуют не заезжать на полосу, предназначенных для общественного транспорта. В перспективу того, что автовладельцы массово отправятся в суды оспаривать свои штрафы, в ГАИ оценивают с изрядной долей сомнения. Однако история бросает тень на законность выделения автобусных полос и, соответственно, на обоснованность штрафов. Это формальный признак того, что неупликовано постановление. Это нарушение исполнительного комитета. Это суд уже должен разбираться в каждом конкретном случае. То есть, каждый конкретный человек должен обращаться с заявлением в суд. В исполкоме и вовсе считают, что публиковать свое же постановление было необязательно. Как жители города должны узнавать о столь резонансных решениях городских властей, неизвестно. Что касается автобусных полос, то они определены правилами дорожного движения, поэтому каких-либо здесь вопросов возникать не должно. Что же касается публикации постановления, то, согласно уставу города Казани, данный вид постановлений, они не предусмотрены для обязательной публикации. Но поскольку прокуратура вынесла протест, то уже в ближайшие дни, скорее всего, в четверг, она будет опубликована. Пока говорить о последствиях того, что это постановление так и не было опубликовано, можно лишь гипотетически. Вполне возможно, что вся история будет просто юридическим казусом. Однако ряд автомобилистов всерьез полагает, что здесь могут быть серьезные судебные перспективы. И уже готовят иски. Антон Райшатальф, Камилевский, телеканал Эфир.